Продолжение следует... 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 Дальше мы вернемся к машине времени. Времени далеко назад, на 10 тысяч лет, когда люди считали один, два, много, больше не могли. Но в свое время на Длижнем Востоке, в районе плодородного полумесяца, первые скотоводы начали отомашивать и лезть. Ну и встретились с такой проблемой, что приходит ночь, просыпается мафия и идет столетие. Ну, горя, два колеса. Как вы ищете эту проблему? Можно поставить заборчик и на ночь эти колеса сюда загонять, чтобы быть спокойным. Но проблема следующая, что люди считают один, два, много с этим проблем, а остада может быть и побольше. То есть встретились с типичными хайлок проблемами, то есть мы наткнулись на пределы технологических возможностей. Хайлок уже был 10 тысяч лет назад, да, минуты первые. И, наверное, какой-то один мудрый скотовод придумал следующий способ. Каждое утро, когда овца заходит до загонщика, он плодет рядочек с камушек, выходит с караева, он еще в камушек плодет, и так далее. А вечно наоборот. Когда овца за загонщик заходит, он камушек убирает. Когда кучка стала пустая, можно спокойно идти спать. Наступает ночь, приходят волки и остаются ни с чем. Тут мы можем вспомнить закон Пласта, который говорит, что любая достаточно разливая технология, она неотличима от магии. Ну, наверное, в математике есть какая-то магия, да? Ну да, в математике есть магия. И мы будем ее поддерживаться. Посмотрим числа Фибоначчи. Вы с этим примером, я думаю, тоже хорошо знакомы. Если числа начинаются с нуля, единички, потом каждая следующая, это сумма двух предыдущих, и легко запрограммировать, завести две тригены, складывая, тусовать определенным образом, вы, наверное, это итеративный алгоритм. Все знаете, но он считает за время ООТ, да? То есть за линейное время. А так на счет того, чтобы посчитать побыстрее, существенно быстрее, да, алгоритмическое время. Для этого мы состояние нашего исходного алгоритма представим в виде вектора. Это предыдущее, это текущее, да? А следующее состояние алгоритма, это тоже в виде вектор. И переход между векторами, из математики, из математики, вы знаете, это, если он ленивый, то это просто матрица, вот такая матрица А, где столбец 0,1 означает, что мы просто текущий элемент копируем и делаем его предыдущим, а второй столбец 1,1 означает, что мы суммируем и предыдущий и кучий элемент с кондиционками 11 с акта. И проверим. Начальное состояние нашего алгоритма 0.1 умножаем на матрицу перехода, получается 1.1, это как бы вот действительно следующее состояние алгоритма для решения числа Кибаначи. Повторим то же самое несколько раз, посмотрим. Магия действительно получается все числа Кибаначи, то есть можем произвольно здесь учтить. И если мы внимательно посмотрим, то что мы делаем? Мы начальное состояние 0.1 умножили n раз на матрицу А, то есть нашли ее степень. И задача свелась только к эффективному нахождению степени матрицы А. Это тоже небольшая проблема. Мы число n представим в дворечном представлении, вот обычное, которые там большие единички будут. То есть n это как бы n единичек. Мы скруппируем скобочками, каждая следующая группа будет 2 за больше 3 единичек. Ну обычное дворечное представление, так. Единственные группы могут оказаться пустыми, если дворечное представление числа n на этой позиции в этом разрядке стоит 0. И теперь матрицу А умножим на себя, получим А в квадратик. А в квадратик опять умножим на себя, получим А в четвертый, тогда получим все степени дворечной для матрицы А. А потом просто перемножим те из них, для которых стоит единичка в нашем дворечном разложении. Ну и получим А в квадратик. Алгоритм довольно прост, и он считает уже за лагератическое время. Что тут важно отметить? Что в матрице А будет 4 элемента, а в результате число фигмонаджа это одно число. То есть как бы 3 числа там вроде бы лишние. Но они критически необходимы для того, чтобы сделать алгоритм ассоциативным. Следующий пример – это средняя ассоциативическая. Мы с этим примером были, я тоже уверен. Хорошо знакомы. Средняя ассоциативическая, давайте его кругленьким списком обозначим. Это полсумма двух чисел. И если мы внимательно предвидимся, расскажем скобочки слева и справа, то вот попарный подсчет среднего ассоциативического, он окажется не ассоциативным. То есть результат левой сверки и правой сверки будет разным. Как-то удивительно. Вроде операция не ассоциативная, а база данных как-то там могут параллельность, и проблем никаких не имеют. Но тут тоже нет никакого сетилета. Наверное, вы знаете, о чем дело. Для этого используется, для этого внутреннего агрегата, она, база данных, использует пару чисел, количество в штуках и общую сумму. Тут написано. И что быстрее 20 агрегатов, которые, например, пришли сразу к узлу пластера, мы отдельно складываем штуки со штуками и сумму с суммами. А в качестве пустого начального состояния, с которого начинается работа узел пластера, используется пустой агрегат, ноль штук, то есть ничего нет, и, соответственно, сумма тоже нет. Чтобы извлечь из этого агрегата результат, мы должны количество поделить на число штуков. А параллельная реализация будет что делать? Запаковывать наши числа в агрегат, каждое число – это одно штука, прогонять его при фьюз, и из результирующего агрегата извлекать результат. То есть три шага – нет, редюс и извлечение. С этим примером мы закончили. И вернемся, собственно, к решению нашей задачи – параллельное вычисление неотрицательной суммы. Все будет то же самое, как и в предыдущих примерах, но нам придется начать с группы графики, это нечего страшного тоже нет. Это способ представить агрегат из отрицательных чисел. Кольца, допустим, неотрицательными, возьмем натуральные числа, но с ними такая проблема, что когда мы от морда в голову вычтем, может оказаться, что ушли в отрицательную область и как бы поделать непонятно. Гартинк предлагает такой вариант. Он не пытается постоянно компенсировать этот разус, а вот прямо записывая, что у нас есть отдельное поле для дочитаемого, отдельное поле для уменьшаемого. И, допустим, число минус 2 будет иметь такое представление, как 5 или 3, то есть 3 и минус 5, 15, 13, и произвольное число, других вариантов мы можем сами придумать. То есть мы тут тоже видим некоторую избыточность, но она нам пригодится опять для того, чтобы делать операцию ассоциативной и произвольным образом ставить скопчик. Теперь идея самого ритма. Вот у нас есть склад, есть история изменений на нем, какая-то произвольно длинная она может быть. Возьмем кусок этой истории, допустим, парочку изменений взяли, у нас 100 продвинения и 50 перехода, роста. Мы посмотрим, как эта история работает на разных начальных балансах, то есть в зависимости от начального состояния склада. Если в начале на складе ничего не было, то есть проверите, да, окажется, что на выходе после этой истории окажется 50 коробок. Посмотрим, что будет, если в начале было 20-30 коробок. Та же самая история на выходе даст 108 коробок. Как бы никакой выйти не наблюдается. В первой строке у нас история эквивалентно переходу 50 коробок, а во второй строке та же самая история эквивалентно расходу 50 коробок. Но если построить для многих таких хиксов график, то он окажется довольно простой. Это окажется такая ломаная линия. Сначала все идет горизонтально, а потом по диагонали. И у этой линии ломаной будет одна точка излома с координатами аналогичных представлений микротентика. Если можно, да, записать это аналитически. То есть вся история произвольной длины, какая бы она была после ее изменений, а ее можно упаковать в виде функции, у которой будет только два параметра. То есть значительная экономика по памяти. И давайте посмотрим, как теперь будет работать та же странная история, если ее представить в форме микротентика, где мы вот такие пары. То есть первая собственно это у нас столбогения 0 роста, а второе изменение это 0 роста, столбогения. И теперь мы переставляем скоточки в серединочку. То, что оказалось в серединочке, мы компенсируем, и там может оказаться как рост, как ледя, как зеленая, так и красная. И вот в зависимости от того, что получилось, мы прикрепляем их в правой части, то есть в одноцветной части. Ну сейчас там у нас 0, в принципе неважно куда прикреплять. То есть общая схема какая, если у нас есть два агрегата. На одном, где пластер, на другом, а в этом. Чтобы их склеить, мы вот их серединочку компенсируем, а потом в зависимости от знака того, что получилось, прикрепляем сначала в левой части и в правой части. Реализация на хаскере. Заводим опять структуру. У нее будут два поля. Падение и рост. Чтобы обернуть, то есть выполнить какого-то числа в вот этот монолит, в эту структуру из двух полей, мы смотрим на знак этого числа, и в зависимости от этого помещаем их в первое и во второе сборе. То есть, допустим, отрицательный рост – это сединительность падения. И мы его записываем в первое поле. Следующее, что нам нужно сделать, это научиться склеивать два агрегата. Ну, мы уже знаем, что сначала нужно найти серединку, тут она в C обозначена, то есть мы серединку компенсируем, и потом, в зависимости от того, что получилось, склеиваем в левой а-части и в правой б-части. А чтобы скартовать алгоритм, начинаем с пустого состояния, тут оно у нас 0,0, то есть означает, что у нас нет вначале ни роста, ни падения. И чтобы вычислить параллельно неотрицательную сумму, нам нужно сделать то же самое, что и в примере со средним алгоритмическим. Нам нужно обернуть каждое число, прогнать 0,0 и плюс, и из результата распаковать только рост, вытащить поле роста, запуск о поле падения. Итого, мы можем с вами обтраздновать, что параллельная реализация неотрицательная сумма, она существует. Красиво хорош тем, что мы можем быстренько проверить вот тут идем в тест, все, которые необходимы, всего лишь две строчки. Первая строчка показывает, что наша оптимизированная реализация совпадает с первоначальной реализацией через левую сверху для всех искренних значений. А вторая означает, что выполняются все свойства манойда, то есть там два свойства, это про ассоциативность и про начальное состояние. Но генетесты, конечно, хороши, но тесты показывают только наличие, ошибок, а не не отсутствуют. А хотелось бы прямо железобетонно убедиться, что наш алгоритм делает. То есть математически доказать какую-то теренку, ее тоже можно доказать, она сводится вот таким вот довольно неочевидным разницам про максимум и минимум. Вы, наверное, никогда что-то такого не видели, да? Совсем непонятно, что там происходит, но если мы посмотрим на четырех квадрантах плоскости А и В, окажется, что там все в каждом квадранте все элементарно, все превращается в какое-то то жество. И теперь мы можем с уверенностью, как с которого положиться, знать, что наш алгоритм железобетонно-филактический корректор. Давайте вспомним, как он тут мы прошли. Мы начали с того, что посмотрели на работу склада, поняли, как он работает, но нам показалось, что алгоритм, по которому он работает, он не параллелится. Затем пример с математическими камнями селил в нас веру в математику, и мы пошли дальше. Посмотрели, например, число Денифибоначи, который показал нам, что для моноида нужна какая-то избыточность. То есть там нужно не только одно число, а вот что-то побольше, что-то такая дополнительная информация, то матрица или два поля. И, наконец, мы вернулись к решению нашей задачи. И теперь еще как видим такой инток-иток, посмотрим, что нужно сделать, если вам встретится подобная задача, вам нужно будет что-то расправилить. Чтобы расправилить, вам нужно будет найти моноид. Неважно, понимаете вы это или нет, нормально это означает, что нужно найти моноид. Нужно начать, возможно, с полного состояния последовательного алгоритма, а затем построить функцию перехода между вот этими двумя состояниями. Третий шаг нам достается совсем бесплатно. В математике известно, что композиция функция ассоциативна. Мы этим пользуемся как подарком. Четвертый шаг, самый сложный, задача с разыточкой. Нужно попытаться представить вот эту композицию, которая у вас получилась, в более компактном виде. То есть, чтобы в ней о памяти было, на нее памяти тратилось меньше, то есть информация там была меньше, чем вот в полной истории. Нам удалось. И четвертым пользоваться, опять, пятый шаг, пользоваться по данным, того, что получилось. Допустим, та проблема с написанием условий решается примерно вот так. То есть можно сделать функцию группы суммы, которая будет считать неотрицательную сумму. Уже прям в дисквере. Чем это хорошо? Тем, что фото получается не инкоративный, а более идеологический, и он под капотом, самое важное, будет оптимизироваться. Если вы ее допустите на пластерном пушке, вот прям такая функция, такой запрос размажется по сумме пластеров. А тут вот парочка примерчиков, да, на Oracle и на JavaScript, то есть реализация, ну, сильно может измениваться, да, то есть это не хаски, тут все страшно. Тут нужно реализовать интерфейс из четырех методов. Дальше вот реализация. И то же самое на JavaScript, а, не на JavaScript, а на JavaScript, слева реализация класса агрегантов, а справа вот мы прогоняем и печатаем консоль параллельно на четыре суммы. Вы теперь можете ощутить настроение коллегами, да, попросить их расправить. Вот такой алгоритм, а результат, может, не переграммским, даже не есть. Спасибо. Вопросы, может, и тут есть. Так, хорошо, спасибо за доклад. Я надеюсь, вам понравился первый доклад. Это к вопросу о том, что программистная математика не нужна. Ну, мы сейчас это программистная математика проводим. Правда, это правильно? Окей. Есть вопросы? Отлично. Есть вопросы. Потому что футболка – это важно. Я хотел бы попросить, если можно уточнить, просто исходную проблему. Вот исходы всего мне очень понятно. Если на складе нет материала, он же не может забрать 100? То есть разве информация, которая приходит, это не то, что он забрал, допустим, 30, которые были? А у него есть тележка. И он, в принципе, может забрать 100. Вы должны обновить эту ошибку и дисциптировать. Не можете, ему нужно только 30 выбрать. То есть должны считать на каждый момент времени текущий баланс. Если он может каждый раз убрать по 100. То есть я просто хотел прощать, что это прям реальный кейс, да? То есть у вас не говорится, что он забрал 30, вы предполагаете, что он может зажать 100? Ну, мы вообще-то решаем немного другую, более обсужденную задачу. Мы логируем их рабочее время, да? И у них есть какая-то производительность. То есть они со скоростью, допустим, сколько работ в 5 минут могут склады разгружать. И мы должны построить график их работы максимально быстрого способа. Все, спасибо. Во время прогона, когда ты докладил этот дом, расскажи, пожалуйста, о том, насколько это быстрее работает. Такое элегантное решение. И что вы для этого использовали? Ну, что мы с тобой обсуждали по поводу требования к железу? Как это в итоге архитектурно работает? И насколько это эффективнее? Да. Ну, это немного другая задача, да? У нас, вот я уже говорил, что это задача про планирование рабочего времени сотрудников. И, если вы этому углубиться, кажется, что она МП-полная. То есть блок решается никакими алгоритмами. Есть какие-то эвристические способы. Допустим, есть автопламер тяжелый такой. Если на нем попробовать реализовать что-то подобное, окажется, что он считается скоростью, ну, тысяча каких-то, 15 секунд. И для того, чтобы на всем нашим магазинам составить распечатание, там, например, кластер этого не нужен, да? И это дорого. Ну, мы что сделали? Мы не стали пользоваться исководными решениями. Мы написали, что нуля, да? На низком уровне оказалось, что у нас сочетает, ну, буквально, миллион, то есть, кластер нам не нужен. И это все благодаря тому, что наши вычисления, они инкрементные. То есть, мы можем что-то запишевывать, поставить скобочками, то есть, как-то, как-то, и пользоваться вот этим свойствами ассоциативизм. И решение. Ну, в общем, зная математику, можно на много-много порядков повышать производительность того, что у вас на фронте крутится. Да, это хорошо. Главное посыл. Еще вопрос, отлично. Сейчас, еще, да? Спасибо за доклад. Да, доклад очень интересным, математичным, да? Все это здорово. Ну, проблема понятна. То есть, это планирование будущего. Ну, говоря, текущая ситуация, она мало применима. Ну, и зачем? Если можно хранить текущее состояние, то можно прибавить и учить. Собственно, отсюда вопрос. То есть, зачем считать всю историю, если можно брать текущее состояние и от нее двигаться вперед? То есть, получается количество операций в разы меньше получается. Ну, допустим, у нас история может быть какой-то историей реального времени, и вам нужно быстро читать какие-то средства по времени. То есть, на произвольный момент времени вам нужно сказать, сколько в этот момент времени коровы было настали. И эта история может быстро изменяться. То есть, в принципе, данные могут переходить за ботами, в середину к этой истории, чтобы оставить, и вам придется пересчитывать этот способ. Но, чтобы этого не пересчитывать, можно использовать ассоциативный эффект, да, вот что там, частично рассчитать на группу, которые есть, и будет по-русски работать. И в алгоритм, 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 и в алгоритм. Я могу на примере нашего кейса про планирование графика, да, то есть, что такое оптимизация, вот такая, аристическая, означает, что мы, вот у нас есть какой-то сейчас тупущий график, и мы в нем хотим или хотим его улучшить. Мы пробуем разным способом, тут чуть-чуть поменяем, покрутили, тут поменяем, и смотрим, стало ли лучше или стало хуже, да. То есть, нам постоянно нужно изменять какой-то график в производный момент времени и быстро пересчитывать. То есть, не пересчитывать без хвоста, а сразу сказать быстро, на арт, что изменилось, допустим, вталанно, на 100 рублей меньше. Угу, понятно, все, спасибо. И чуть побольше развернуть про распараллеливание графика, потому что, ну, мне было не очень понятно, потому что кажется, что все равно проблема вот эта вот с уходом в минус, она никуда не сияла. Ну, опять, может быть, все далеко не сияла. Да, 5 метров, 10 метров. Это было первое, да. Есть также вход на, как, на, что там у нас? Жава стрима, да, мы можем внимательно посмотреть его. О, личное. Там все работает? Иран, спасибо большое. Жава работает, да. Ещё вопросы? Давайте, я не знаю сколько-то времени, у нас там ещё есть вопросы. Давайте два ещё. Один и ещё один. Здравствуйте. Спасибо за это. У вас. У меня вопрос по поводу последнего слайда, где, ну, только что висел. Ну, где была такая оптимизация, самая первая, когда мы их добавляли, чтобы разом меньше нуля. Вот. И вы говорили, что на SQL это нельзя оптимизировать и ничего нельзя вставить, потому что нет функции, которые оптикируют и нет функции. Ну, во-первых, можно убрать over, потому что это так. Законная функция, а переменами оставляемых суммы не меняется, зачем он нужен. И второе, можно об этом же в спум, обернуть его функцию в налыв, которую обернёт now, и потом в ks записать, что если по условию сумма меньше нуля, поставить в норме. Таким образом будет аналогия на оптимизация того, что слева и то, что справа только на SQL. И да, можно написать правильную процедуру, совершенно верно, да. Нет, это так. Она не будет, она не будет справиться. Я согласен, но просто вы в первом начале доклада рассказывали о том, что вот есть такая ситуация, и что слева мы это оптимизируем, в посередине мы оптимизировать это не можем. И еще на хаскере, на которых, которые не знали. Ну, там все просто рассказывают. Но на SQL это можно сделать тоже. Ну, это все можно сделать, да. Проблема в том, что то, что получится, будет не параллельно, да. И немного ранее за какие-либо профилы. Все написать в сервере можно просто долго, да. Да, спасибо большое. Так, давайте еще один вопрос. И вот как, да, улыбается. А, я еще раз помню там про over, да. Про over. Совершенно верное замечание. Тут я сделал, как бы, over специально лишнее добавил, чтобы было с последним таймом. Оно тоже, да. Но, да, оно важно, когда у нас уже не там эффективность. То есть, когда мы не можем это переставлять. А бывают такие ситуации, когда нельзя это переставлять. Допустим, вот про усун уже там over нужен. А когда это просто неважно. Хороший вопрос. Кстати, вы, наверное, 15 минут. Запомнили, да. Давай, следующий. Да, у меня маленький вопрос. Во-первых, насколько я понял, вы нам больше не про клавишкары как-то рассказывали, а о том, что надо думать про мануида, надо думать про мануида, потому что так много проблем у них можно решить. А вопрос такой. Тут затронут и Haskell и Java стримы. Насколько я понимаю, у вас, видимо, в Haskell идет некий такой исследовательская часть, где вы изучаете, как это можно удобнее посчитать, и потом переносится в продакшн на Java? Или как у вас вот этот процесс мышления работает? Да. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Сейчас расскажу. Ну, я вам скажу, да. То есть, так сказать, если бы я вам последний слайд с Java пускал, то поставил, да. Лучше поклонить. Нет. А вот на Haskell я могу показать, что столбачник там ставится, да. То есть, презентовать можно, да. На Haskell есть трудно мыслить, да. То есть, а на Java мыслить не получается, потому что там много классического мышцера. Спасибо. То есть, Haskell, это чисто, у меня говорят, его в продвижении нет. Короче, пусть ваши аналитики на Haskell пишут ЛТЗ. Хорошо. А на самом деле, давайте еще вопросы вопросы. Раз уж мы разговаривали, стоишь и хочешь. Все. Я увидел три руки, вот три руки. Только по одному вопросу. Добрый день. Спасибо за доклад. В целом, получается, тема та же самая, ведь мы и сотруд данных. Вопрос. Правильно же понимаю вывод о том, что это больше применимо для планирования, нежели для реальной информации. Потому что, не знаю, как по мне, проще было хранить структуру E-changes, массивных, таблицей и так далее, да. А баланс просто хранить. То есть, каждому, не знаю, правильно нам нужна информация, а балансы с равной функцией в миллисекунду, там, в данную секунду и так далее. Нам нужна информация, не знаю, максимум в секунду, или там, ну, что бизнес требует, да. То есть, ну, сколько это было действительно эффективно. То есть, я понимаю, для планирования, да, когда мы хотим посчитать, нам модель, например, а если мы там сделаем по полчаса, ну, там, а если мы лежку увеличим и так далее, да. То есть, ну, а о реальности, ну, вокруг сдачи для склада разве не больше решается другими структурами данных? Да. А ведь если у вас данные статичные, то есть, один раз пришел, пришел вот изменение, деньги разорминать, то, конечно, да, дальше надо просчитать и проблемы. Но если куда-то сведенку этого года могут попасть какие-то изменения, да, старость заторможенная трансляция, да, пришла, ну, помните, с далекого магазина, с далекого, с далекого магазина, то, как это надо посчитать? Это зависит от баланса от частоты изменений. Да. Ладно, ладно. Вот тоже мы посчитали, о том, что хранит, да, понятен, это я где-то время не изменения, я не понимаю, правильно? Ну, по сути дела говорит о том, что у нас есть отложенная транзакция, там вся где-то долгая, как говорите, шла, да, то есть, ну, это уже пришло потому, что хранит, это, как сказать, химически от другого уровня. То есть, в том же, у нас, в любых, там, да, он может даже чейность перейти, тут не вовремя, и, ну, мы уже посчитали, это не так. Да, но тут мы можем запишевывать здесь результат и только от логарифм перечитать, а не от ничего. То есть, если у вас прям данных очень много, вы все там есть. Прям на порядке. Ладно, спасибо. Тут суть в том, что у вас миллиард записей об извинения, которые приходят не в вам следовательно по времени, и вам на каждый момент времени нужно знать агрегаты. Можно идти еще на ваш вопрос? Это не вопрос. Ну, просто комментарий. Насколько я сталкиваюсь, редко живым людям нужна информация слишком часто. А те редко таскают очень часто. В каждом магазине их миллионы, да? Ну, условно говоря. Получается, что нам куча данных, и чейнджер будет на себя гораздо больше, чем ниже баланс и таблица. Если этот человек сидит спортмастер, и ему дают время и деньги на то, чтобы он этим занимался, то это нужно. Понятно, что одинестники привыкли нас в день получать отчеток. Спасибо большое за доклад. Вопрос такой. Вот, когда у нас появляется параллельный ангаритм, у нас появляется параллельность, и, соответственно, появляются всякие синхронизации, рейс-кондишены. Вот, на чем вы синхронизируетесь, типа, а как боретесь с возможностью появления рейс-кондишенов, и типа, у нас сумма-то одна, но вычисляется она во многих других варианностах, и... Тоже хороший вопрос. Но, смотрите, тут ленивая синхронизация, да, все это делает перед адресом движок, который пишет другие деньги. То есть, коротко вы пишете, а уже из первой, да? То есть, вся хитрость переложить работу на... Тоже, что уже готов. Ну, в итоге есть какой-то узел, который занимается синхронизацией, очевидно. Ну, и там... Да, может быть разные вещи. Обычно про параллельность, я хотел, кстати, в предыдущей версии начать презентацию, что параллельность всякая синхронизация, блокировка, но это, знаете, такой уровень асиндера, да? Если вы будете на нем писать в интерпрайзе, ну, просто на другую. Нужно пользоваться тем, что уже написано, какие-то высотворные конструкции SQL, так, классы SQL. Так, еще один вопрос. Еще один, да. Вот, я помню его. Хорошо. Спасибо за доклад. Я хотел спросить, а что вы сделали со своим начальством, чтобы оно разрешило вам писать на хаскере? Я не пишу на хаскере, я думаю на хаскере. А, то есть вы со своими разработчиками общаетесь на хаскере и пишете на джаве? Нет, вот представьте, что вы показываете, да, есть язык, который, ну, там, раньше было много языков, потом они в 90-м году стандартизировались, да, но он таким, солнце-электрой, идет такой технический. Давно происходит куча разных разработок, и эти разработки ушли так далеко в будущее по сравнению с моими 3 языками, что, если вы туда обратитесь, вы будете знать, какие будут языки через 50 лет. То есть ясный нужен для этого. Для того, чтобы понимать, что еще в программе будет происходить. То есть, допустим, примерный жал, да, жало стремы – взятые круглые сказки. Функция для этой замыкания – взятые сказки. То есть все, что новое проявляется в каких-то языках ваших любимых – это уже все. Ну, мне все равно непонятно, вы хаскель используете для того, чтобы какие-то пригодные задачи решать, а потом их на жало переписывать? Нет. Ну, вот, допустим, вы сейчас на документе разговариваете на русском, да? Потому что вы на нем думаете, да? А вот какие-то вот сложные формулы записывать на жало в… В общем, хаскель – это взятые инцептуальные деятельности. Хорошо, спасибо вам. Окей. Я просто добавил. Ох, это можно долго обсуждать и поговорить. Но, все правильно. Функциональная про Дима – это то, что появилось изначально, но из-за того, что она довольно эффектная в плане использования памяти и репутабельности. Спорно. Да, спорно. Если такую штуку творить, то там можно это тоже сделать. Вот. Но, в общем, функциональные вещи важны, и у вас в каждом из ваших языков они уже есть. И все они появились именно вот оттуда. Ничего нового не изобрели. Просто наконец-то смогли реализовать это в оперативном парадигме, пытались мультипарадигме на языке писать. Окей. Выбираем лучший вопрос. А я говорил. Поднимите вопрос. Что там? С кем это Андреева? Какой размер? Футболный. Восемь. А в английском игре? Дри. 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 Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Давайте поблагодарим. И все, кто готов.